Вчера появилась информация относительно генералов Мизинцева, Алексеева, Суровикина. Вы ее тоже разместили, я видел в своем телеграм-канале. Там говорилось, что они не под арестом, а вот в каком-то секретном месте в Ростовской области в режиме ограничения свободы и радиоэлектронной тишины. Связь с родными имеют, видят только переписки от руки и помещены в изоляцию. Они вроде бы как 25 июня. До 25 июня, да. А затем должны вернуться в строй. Как вы полагаете, где они появятся и зачем их вообще изолировали? Ну, вы знаете, я не очень хорошо понимаю, чем такая ситуация отличается от ареста. Кроме того, что на арест нужна санкция суда. Но ведь давным-давно никакого суда в России нет. И нет никаких... Если бы они сидели на том же основании в Лефортово, ничего вот этого не изменилось совершенно. Все больше и больше, кроме Ростова, говорят о том, что есть вот три места, где содержатся не только эти трое, но еще ряд высокопоставленных военных. Называется Лефортово, называется Одинцово, это Рублевка. И называется поселок Власиха, это Московская область такая недалекая. Вот появился еще Ростов. Вообще-то было бы логично, но вот эта изоляция, она с чем связана? То есть явно совершенно расследование, расследование их роли. Никто не видел действительно ни генерала Алексеева, о котором вроде как все забыли после его встречи в Ростове с Пригожиным. Я напомню, генерал Алексеев, это, в общем, до последнего времени уважаемый был армейский генерал, которого мы видели на встрече в Ростове с Пригожиным. Справа от Пригожина сидел замминистра обороны Героя России Юлзберг Евкуров, а вот как раз слева практически подавал кофе тот самый генерал Алексеев, который, собственно, выглядел, прямо скажем, не очень героически, и как-то он подхихикивал и пытался совершенно понравиться Пригожину. Не знаю, какое уважение после этого он может вызвать. При этом Юлзберг Евкуров не числится в списке пропавших. Но вы знаете, если мы в ближайшее время забудем о существовании этих генералов, командующих, что на самом деле вряд ли, потому что идет война, то, в принципе, можно проносить то же самое, что с Дмитрием Козаком, которого никто не видел с начала войны, с 22 февраля. Человек просто исчез и все. А ведь был там архитект, соглашение и все такое. Про него ходят разные слухи. Но так как он не военачальник, никто и не ищет Козака. Подумаешь, где он, господи, кому сейчас нужен Козак? Тем не менее, вы помните, если вы вспомните его выступление как раз перед началом, когда вы его заставили сказать, ну или не заставили, во всяком случае, он говорил это с большим напряжением. И я помню несколько обращений его украинских родственников. Он сам с Украины, у него, собственно, первая и вторая жена тоже украинки. Соответственно, дети его все украинцы, ну, по крайней мере, по крови. И на него было оказано, по крайней мере, эмоциональное давление. Слушай, даже на меня произвело впечатление, когда к нему обращались украинские бабушки, приходящиеся ему там тетками, двоюродными сестрами и так далее, и так далее. Никто не спрашивает, где Козак, а он исчез. И если сейчас никто не спросит какое-то время, где Суровикин, где генерал Алексеев, где Мизенцев, где прочие-прочие-прочие генералы, где, собственно, генерал Попов, то как-то все потихонечку позабудут. Люди в России привычно исчезают, и если об этом не спрашивать, то потом потихонечку никто и не вспомнит. Ну, подумаешь, генерал. И все-таки давайте с вами не будем забывать о том, что нам, конечно, интересно и нам важно, где находятся эти люди, и Козак, и Суровикин. Ну, не будем... Да, правда, знаете, нам важно, но, судя по всему, те, кто о них вспомнит, те тоже могут исчезнуть, и о них тоже не будут вспоминать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!